Привет, друзья! Меня зовут Декстер. Добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на это видео. Это видео сегодня я записываю максимально спонтанно. Вот только что вот так вот идея проскочила записать такой ролик. И я надеюсь, что он вам очень понравится. Короче, рассказываю историю. Вчера вечером я сидел и очень сильно захотел покушать пиццу. Прям реально так захотелось заказать пиццу, что я просто вот не знаю. Короче, уже было поздно и мне нужно было ложиться спать, а там доставка шла 2 часа. Я в итоге решил пиццу не заказывать. Сегодня на утро я проснулся и решил заказать пиццу, потому что мне по-прежнему очень сильно ее хочется. Реально, просто типа мне сейчас так сильно хочется пиццу, что просто капец. Окей. И сегодня был реально очень клевый день, там светит солнышко, я сейчас буду есть пиццу. Но знаете что? Эту пиццу до сих пор сейчас везут. Когда я ее заказывал, время ожидания было где-то примерно 40 минут. Но сейчас уже прошло, угадайте сколько? Два с половиной часа. Как так? Два часа! Два часа! Два часа! Просто привезите мне пиццу, я хочу странную пиццу! Вот как ты так, я только что наорал на курьера по телефону. Алло? Алло, здравствуйте, еще раз. В седьмой раз. Вы где? Сейчас на медру. На медру? Да, да, на медру. Что такое медру? Можете сказать через сколько вы будете? Сколько вам пишет минут хотя бы? Скажите, сколько минут пишет? После столбика, да, извините. Число, можете сказать, сколько пишет минут? Минут. Да, восемь минут, восемь минут, да. Восемь минут? Да, да. Так восемь минут было полчаса назад. Да, простите, да. Я вообще не понимаю, давайте с вами на английском просто... Вы сейчас где находитесь? Where are you? Where are you? На английском вы... На метро. Короче, жду вас через восемь минут, да? Да, да, да. Все, до свидания. На самом деле я смотрю этот ролик и сам себя не узнаю, потому что обычно я себя так не веду. Я обычно не кричу ни на кого, я ко всему уважительно отношусь. Я, в принципе, довольно добрый, на самом деле, если честно, если вот не врать, да? Буквально через пару минут после того, как я на него наорал, он мне перезванивает, ребят, и у меня уже нет сил просто. Я на него только что наорал, я весь на эмоциях. Я ему, типа, говорю на эмоциях, ты че мне звонишь? Да нафига ты мне звонишь снова? Мы только что с тобой все обсудили и перегорели. Я жду свой заказ. Он такой говорит, да ладно, брат, типа, не расстраивайся, не обижайся на меня. Я, типа, ну, все это не со зла делаю. Я тебе подарок сейчас привезу. Для тебя сейчас подарок готов. Алло. Алло, да. Здравствуйте. Нам нет рук. Что? Сейчас нам нет рук. Сейчас я губит подарок, да? Поэтому... Я не понимаю вас. Вы через сколько будете на адресе? Вот, который я поставил адрес, вы через сколько на нем будете? Да, да, извините, скоро я выйду. И сбрасывает трубку. И я просто охерел. Реально. Я на него наорал чуть ли не матом. А этот курьер мне перезвонил буквально сразу. Извинился и сказал, что сейчас привезет мне какой-то подарок. И я себя почувствовал настолько, мне стало настолько стыдно. Вот мы часто, да, не ценим там работу курьеров, кричим на них за опоздание. Но по факту вот именно они же, вот недавно мы все болели коронавирусом, да? Кто не болел коронавирусом? Их, в принципе, можно назвать героями, потому что они ходили, вот, пока мы все здесь болели, да? Они нам разносили вот это вот все, типа, еду, не еду, все подряд. А мы на них орем, и мы же не знаем, что у них в жизни, в принципе, может происходить. Сегодня я решил подарить этому курьеру ответный подарок, о котором он даже еще не догадывается. Сделать это в своем вот таком вот стиле. Устроить над ним жесткий пранк, сначала хочу, а потом подарить этот вот телефон. Короче, этот телефон я купил для себя совсем недавно. Но я им попользовался. Вот уже немножко даже успел разбить вот это вот защитное стекло, которое я наклеил. И, ну, я на самом деле подумал, что он не сильно-то и отличается от моего старого. Потому что свой старый 11 Pro Max я еще даже не продавал. Вот. И я подумал, что, блин, ну раз ты мне подарок хочешь сделать, то и я тебе сделаю подарок, братан. Если твой подарок будет нормальным, то и я тебе нормальный подарок подарю, да? И даже чек еще есть. Вот так вот. Ну, почти как новый. Да я думаю, по какойему разнице, новый он или не новый. Я его реально купил вчера, ребят. Как происходит обычно на канале Декстер, просто так этот айфон ему сегодня не достанется. Потому что я сегодня хочу быть мерзким типом. Я, короче, буду как инстасамка сегодня с курьерами. Что вы мне вот тут вот так говорите, тварь? Когда он придет ко мне и доставит мою пиццу, я буду вести себя максимально неадекватно. Буду орать на него, кричать за то, что он опоздал. Буду отчитывать его как батя и просто посмотрим на его реакцию. Если его железные нервы это выдержит, то в конце мы просто похаваем с ним пиццу и я вручу ему айфон 13 про макс. Я буду его гнобить, я буду на него орать, я буду его унижать. Когда он ко мне придет, я ему скажу, заходи сюда, давай здесь типа по-мужски с тобой поговорим. Ты что, мне типа там по трубке нес по телефону? Прям вот выведу его сюда со скрытой камерой, мы с ним поговорим. Я потом включу камеру в лицо, я буду его так снимать. Короче, выбишу его по полной программе, это будет испытание стальными нервами курьера. Если он его вынесет, тогда я вручу ему айфон, накормлю его пиццей, блин, и приму просто у себя дома как настоящего брата, моего любимого друга нового курьера. Так, ну что, он уже пришел, сейчас начинается, ребят, просто, я вот сейчас, сейчас я соберусь, я так буду на него орать, это просто жесть. Я надеюсь, что он не больше, чем я, чтобы меня не сбил. Все, он уже поднимается, сейчас начнется, ребят, просто держите за меня кулачки. Пока я ждал его, я долго репетировал свое сучье поведение. Подумал начать потихоньку, а закончить истерикой. Ну что, ребят, погнали. Здрасте. Здрасте. А что за заказом-то, я не понимаю, случилось. Пиза. Чего? Пиза. Какая пиза? Вам не стыдно вообще? Я, ну, после, за тебя звонил, сколько я тебе раз звонил вообще? Можешь сказать? А что она холодная такая? Да, да. А что она холодная такая? Ну, она нормальная. Ну, она не нормальная, я ее есть не буду, но она, типа, она холодная, здесь даже, ну, сам потрогай. Видишь, она холодная, сколько ты ее вез? Час? Два? Три? Часа. Ну, вот именно, что три часа. Я ее есть не буду. Че хочешь с ней, то и делай. Да, 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 да. Повыше. Не, она не хорошая. Просто, просто можешь убрать ее, сам съесть, пойти, не знаю, такую остывшую пиццу я есть не буду. Вот эти вот, типа, корочки какие-то остывшие. Нафига мне это нужно? Да, да. Нормальная. Это просто... Это вообще ненормальная пицца. Простите. Все. Так, чуваки, ждем. Пойдем. Далее я решил позвать его к себе в квартиру и поговорить по-мужски за эту остывшую пиццу. Ладно, заходи. А, да, да. Заходи. Ну, рассказывай, почему ты так долго ехал? А, ну... Стой, ты разуйся сначала, разуйся. Ты чего не разулся? Потому что я купил по дороге, поэтому... Чего ты делал по дороге? Постаю, да. А? Я купил по дороге, опять же. Я получил с урока, поэтому... Это что? Это что означает вообще-то мне? Можешь сказать? Ну, типа, что означает? Я... Я тебе говорю по-русски. Мы с тобой где живем? В Москве? Верно? Нет, нет. Другой город. Зеленоград. Ну, это ты живешь, наверное, в Зеленоград, в другой город, да? Да. Ты оттуда ехал? Да, да. Ну, открывай пиццу, давай посмотрим на пиццу на это. Давай, ну, у тебя посмотрим. Ты думаешь, что она горячая или что? Или холодная? Да, да, да. Горячая. Ну, ну, давай открывай. Вот стол, давай ставь, открывай пиццу. Давай смотреть. Давай смотреть. Получаешь, ты приехал из Зеленограда, да? Да, да, да. Так это находится где? В Витальгого городе, в Москве. Ну, в пи***е это находится, Зеленоград. Если ты так долго ешь пиццу, три часа. Я тебя знаешь, зачем я сейчас снимаю на телефон? Знаешь, зачем я тебя снимаю сейчас? Да, да, я знаю. Зачем? Да, здесь. Я это снимаю для того, чтобы... Это что такое? Это что? Честно, я вообще офигел, когда увидел эту пиццу. Я думал, что она нормальная, но, знаете, в душе мне было вообще все равно. Я хотел добить ее по полной программе и не отстраняться от моего плана. Посюсюкаемся уже после. Это хорошо? Да. Это все нормально, да? Да, нормально. Ну, ты сам улыбаешься сейчас. Но ты же видишь, что это не все нормально. Это же вообще пи***ц. Ну, типа, посмотри. Вот ты стал бы такую есть? Допустим, вот ты бы ждал пиццу, да? Вот ты... Представь, если ты хочешь пиццу, да? Ты ее ждешь там три часа. И тебе привозят вот это вот. Через три часа. Холодная, вот такую вот всю. Холодная, холодная, и вся вот такая вот. Это что вообще такое? Пицца должна быть вот такая, понимаешь, типа? Ага, да, да. Вот, она должна быть кружком. Пицца круглая. А почему она вот такая вот, как ты привез? Ну, это трэш. Это просто трэш. Знаешь, для чего я тебя снимаю? Ты сказал, что знаешь. Для чего я тебя снимаю? Простите. Можно. Чего, простите? Я тебя снимаю для поддержки, чтобы я потом это видео отправил поддержке. Вот, как я тебя встретил. чтобы просто, ну типа, просто поугарали над тем, что у меня произошло. Я считаю, что это трэш, чувак. Я ждал эту пиццу со вчерашнего дня. Я вчера ее еще хотела заказать. Я сегодня проснулся. Знаешь, какое у меня было первое желание? Это заказать пиццу. Похавать пиццу. Нормально. Я ее заказал, я ее жду. Сейчас уже вечер, ты понимаешь? Сейчас уже не утро даже. Сейчас уже не обед, сейчас вечер. Сука, сейчас вечер. Сейчас вечер, сука. Че нормального, я не понимаю. Че нормального? Это че нормально? Сука. Такой, ну я. Я купил поворот. Че, это подарок, про который ты мне говорил? Да, это подарок. И че это такое за подарок? Блин, чуваки, это было так мило. Он реально купил мне шоколадку, которая стоила 100 рублей, когда его заказ стоит 150. Он потратил на меня почти все свои бабки, на эту шоколадку, обычную шоколадку. Но на этом я не остановился и продолжил дальше. Сорян, ребят, но я должен был закончить начатое. Мой подарок хотел, чтобы ты мне пиццу, чтобы ты мне пиццу нормально принес, чтобы я поел сейчас. Это ты мне подарок купил? Да, да, я купил подарок. Я большой. Что ты? Я большой, и для заказа 100 рублей. 100 рублей у тебя стоит заказ? Да. Ну? Ну? Это что? Да, я купил подарок. Да, вообще 100 рублей. А это сколько стоит? Это сколько стоит? Да, здесь 100. 100 рублей ты стоишь, шоколадка? То есть, получается, ты ничего не заработал, да? Да, конечно. Ну, я не знаю, что с тобой сделать. Ну, и чем я с тобой делать? Я не знаю. Я не знаю, что будем делать. Ну, ты понимаешь, да, вот ты сейчас куда приехал вообще? Были у тебя такие клиенты, как я. У меня кажется, у тебя не было таких клиентов, как я, потому что ты не знаешь, кто я. Я тебе говорю, если ты сейчас не хочешь проблем, вот после этого заказа, который вот эту вот херню ты мне доставил, вот этот вот понос, ты мне доставил. Если ты не хочешь проблем после этого, ты мне будешь заказы возить целый месяц, понял? Заказы ты мне будешь возить за свой счет. Ты будешь забирать из ресторана. Класть свой вот этот вот коробочек сраный. Тут я уже какую-то дичь понес, типа говорю ему, чтобы он мне месяц еду носил, просто так за свой счет. Возможно, это был перебор, но, блин, мне показалось забавно, я такой начал это развивать, все дальше. Я не отстал, но я не понимаю, что я с вами сопровариваю. Ты программист? Да. Это просто... Ну вот программист, будешь программист и я тебе месяц доставлять еду программист. Понял? Месяц ты приезжаешь в ресторан, забираешь еду, доставляешь мне ее. Можешь забирать с рукором. Да-да-да, спица, разберусь, выкинь свою пиццу. Хорошо, хорошо. Хорошо. Чуваки, это очень жестко получилось, это очень жестко получилось, вот так вот. Прям сейчас сделаем сын? Нет, нет, нет. Зо, Зо, там закрыта дверь, подойдешь? Подходи, ты че? Подходи. Заходи. Это розыгрыш был, чувак. Успокойся. Розыгрыш был. Ну, типа розыгрыш. Пранк, знаешь, пранк на ютубе? Пранк. Пранк. Типа, когда тебя разыгрывают. Пранк. Заходи, короче, все, развивайся. Чувак вообще не догонял, что происходит. Я ему сказал, пойдем, поедим пиццу. Он вообще такой, знаете, лодинг, просто такой улыбается, ничего не понимает, что вообще происходит, что творится. Но его глаза, это просто реально, ну, вот, обычный, искренний парень. Пранк, да, пранк. Пранк, да, разумайся, разумайся, давай. Не стесняйся, проходи, садись. Че, я тебя разыграл, получается. А, да. Да, я тебя разыграл, ты можешь доставать пиццу. Доставай пиццу. Слушай, я думаю, это помялось, наверное, из-за того, что просто, ну, типа, а ты на чем добирался? Ты бежал, скажи честно, ты бежал, когда, ну, торопился? Да, ты голоден, спрашиваешь? Голоден? Да, голоден. Да, давай поедим, че? А, да. Вкусная пицца. Поедим? Да, да. Давай, все. Так, окей. Вот так вот, ребят, пицца, вот такая круглая, скоро будет готова. Из-за того, что ты опаздывал, я решил записать видос такой. Я, если что, сумку я тебе куплю новую, вот, без проблем. Типа, они продаются, новые сумки такие? Да, да. Давай я тебе просто приведу денег. Сумку тебе куплю новую, потому что это помялось, я ее очень сильно избил. Ты реально программист? Да, я программист, и сейчас я занимаюсь, да. Офигеть. Да, поэтому мне надо купить компьютер. Тебе нужен компьютер, да? Да, да. Слушай, ну... Поэтому я работаю по уработке. Я хотел тебя обвезти. Чего? Серьезно? Да. А ты умеешь драться, да? Да, да. То есть ты хотел меня отбезать? Да. Я хочу тебя обвезти. Ну пришлось бы скорую помощь вызывать. Да? Да. Красава, пицца готоващая. Моя любимая, ручка на грибы. Получается, ты скоро будешь новым Марком Цукенбергом? Да, я знаю, я хотела миллион долларов. Реально? Да, реально. Как сделать миллион долларов? Типа, что-то связанное с программированием? Да, программировался, да. Получается, ты сможешь спрограммировать миллион долларов? Да, обвещаю. Сделаем так, ты мне сегодня подарок подарил, да? Да, да, я хочу. Просто я понял, что ты хочешь себе компьютер, чтобы стать, ну, чтобы там программировать, чтобы заработать миллион долларов. Я уверен, что у тебя это получится. Типа, ну, самое главное, это стараться, да? Вот, я тебе сегодня, я тебе сегодня хочу немножко помочь. Ты пока ешь пиццу, ешь пиццу, ешь, 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 ешь. Короче, Зо, да. Держи, это тебе. О, ой. Как бы ты мне подарок сделал, да, я тебе подарок сделал. А это подарок, да? Да, это твой подарок. Ой. А? Ну да. А, это да. Ты можешь открыть. Только аккуратно он уже открыт, а то сейчас он может выпустить. Смотри, я себе купил айфон, типа 13, да? А, 13, да? Да, это 13. Я купил себе айфон, и понял, что мне он, в принципе, не особо нужен. Ну, или, не знаю, типа, потом себе куплю, может, новый, еще один. Вот, ну, типа, я тебе хочу подарить, извиниться перед тобой, за сумку, за то, что тебя, там, ну, типа, накричал на тебя, потому что ты хороший парень, на самом деле. Я его там выключил, ты его придешь, зарядишь, активируешь, вот, и будешь пользоваться. А у тебя какой телефон? Сейчас. Android. Android. Да, Понятно. Ну, теперь будет айфон, получается. А, спасибо большое. Да, это тебе. Вот, ты, если хочешь, еще покушай, а ты что-то мало поел. Вкусная, Вкусная, да? Это не наёп, да? В плане, в плане подарка, мне еще, да? Сначала он хотел бы не ответить, потом он спрашивает, не наёп ли это? Короче, он очень смешно все не понимал, и очень смешно матерился, но матерился он даже лучше, чем, в принципе, со мной разговаривал. Да, нет, ну, типа, как видишь, нормальный, новый, оригинальный, ну, типа, я реально себе его купил, это не наёп, чувак никакой. Так, ребята, Зо, нужно уже уходить, потому что он торопится на следующий заказ. Че-то мало Зо поел. А ты че телефон-то забыл? А, бля, да. Да. Пожалуйста. Пожалуйста. Да, спасибо за загавку. Давай, на связи, если что, ты мне свой номер дашь, тогда скинешь свой номер. А, я твой номер знаю. Ну всё. Да, Давай, пока. До свидания. До свидания. Давай, давай, пока. Уф, ребят, получилось очень необычное видео, на самом деле, я очень переживал, когда его снимал. Блин, на самом деле, Зо парень крутой, парень вообще нормальный, он, вы видели, как он отреагировал, когда я на него орал? Как это, это просто железные нервы должны быть, серьёзно, если бы я наорал на чувака, который, он, кстати, сказал, что меня откатил, вот, я на самом деле испугался, да не, если чё, если чё, сам бы его отпи***ил, я же Декстер. Короче, он на это отреагировал, даже сказал, что будет мне месяц еду носить, ну блин, типа, на самом деле, хороший мужик. Ну, а если тебе понравился ролик, то, пожалуйста, поставь под него лайк, подпишись на канал Декстера, мне сейчас, я сейчас пойду, кажется, за новым айфоном, не знаю, типа, ещё не решил, буду на самом деле покупать или не буду, короче, сейчас подумаю, если что, схожу, куплю ещё один. Вот, ставь лайк, подписывайся на меня, с вами был Декстер, и пока.